Привет, друзья! Меня зовут Василий Вишневский. Я нахожусь в Москве, в Алешкинском парке или Алешкинский лес, по-моему, называется этот парк, рядом с МКАДом, который вот шумит у меня за спиной. И поводом сегодняшнего репортажа стал красноголовый королёк, который впервые, впервые залетел в Москву и, по сути дела, в московский регион в том числе. Сегодня 19 сентября, 24-й год, и мне сообщил, позвонил Даниил Давыдов. Даня, большое спасибо тебе, что позвонил, но нашёл первый я не знаю кто, поэтому, если кто знает, напишите в комментариях, закреплю подписи, кто нашёл, кто встретил. Тем более, что спутать красноголового королька с желтоголовым не мудрено, да даже не спутать, в принципе-то заметить этих ребят довольно сложно, потому что они самая маленькая птичка России, королёк, если вдруг кто забыл. Хотя, конечно, какие-нибудь пеночки тоже могут претендовать на это место. Красноголового королька я, в принципе, снимал, но в Сочи как раз примерно год назад. И у них осенью и весной, кстати, достаточно выражен такой групповой массовый пролёт. Они массово кольцуются и ловятся паутинными сетями на стационарах, например, в Калининградской области. И мне вот как раз кто-то сказал, что на тысячу желтоголовых корольков попадается один красноголовый. Так, туда я иду, хоть интересно. Не помню вот это место. Вроде бы туда. Потому что в Алёшкинском лесу-то я, может быть, первый или второй раз, написано «Природно-исторический парк Тушинский». Ну да ладно. Самое главное, что получается очередное пополнение в списке птиц, которых можно встретить в Москве и в области. Красноголовый королёк. Я что-то думал, что он уже был встречен. Но нет, его встречали в Санкт-Петербурге, где-то ещё, наверное. Но вот в Москве пока что не получалось. Хотя тут очень много наблюдателей. И трудно даже королькам остаться незамеченными. Даже сегодня, вот в будний рабочий день, ну, человек 10, наверное, при мне пришло. Потому что я приехал поздно. Ну и мне тоже, к сожалению, поснимать так полноценно не удалось. Мне сейчас позвонили по работе. Поэтому я возвращаюсь домой. Мне ещё ехать часа полтора. Но тем не менее, просто именно как факт. Вот поэтому так вот с руки записываю, друзья. Не буду сильно заморачиваться я. И затягивать этот инфоповод. Инфоповод. Потому что, ну что, явно он не гнездится у нас красноголовый королёк, к сожалению. Потому что самое интересное, это гнездовая жизнь, конечно. Но и гнездовую жизнь желтоголовую попробуй-ка. Покажи. Сними. Я, по крайней мере, ни разу не находил жилого гнезда желтоголового королька. А сегодня, между прочим, прилетали и те, и другие. Получается, в одном месте, это там какая-то площадка для пикника, по-моему, прилетали и желтоголовые корольки, и вот один красноголовый. Причём отличать нужно не по шапочке, потому что иногда красное может показаться и в короне желтоголового королька, а в первую очередь по окраске глаза. У желтоголового королька глаз просто чёрная точка, а, соответственно, у красноголового проходит транзитом через глаз тёмная чёрная практически полоса. Ну, по голосу тоже определить не так просто. Вот главное отличие я вам, в принципе, назвал. Вот и всё, друзья. Спасибо за ваше внимание, за поддержку. С вами был Василий Вишневский, красноголовый королёк. Всем пока, всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok